С самого утра в семействе Борщовых царит праздничная атмосфера. Родные, близкие и бывшие коллеги по работе звонят ветерану для того, чтобы лично поздравить её с днём рождения. Много поздравляли. Я от телефона не отходила. Поздравили, что я дожила до таких лет. Нина Фёдоровна родилась в семье военного в 1920 году. Среди пятерых детей она была самой старшей. Во времена гражданской войны её отец Фёдор Андреевич Леонов заболел туберкулёзом, и большая часть работы в семье легла на её плечи. Она помогала матери по хозяйству и следила за братьями и сёстрами. В 1934 году родители Нины отправили её на учёбу в библиотечный техникум в городе Малоярославец. После окончания учёбы она записалась в санитарную дружину местного совхоза. В первые годы войны 20-летняя Нина активно участвовала в строительстве Московского оборонительного района, вступила в партизанский отряд Подмосковья. Особенно ветерану запомнилась страшная картина, которую она увидела в первые годы войны. Летом 1941-го она приехала оказывать помощь пассажирам московского поезда, попавшим под атаку немецких бомбардировщиков. Этот случай женщина считает своим боевым крещением. Когда мы приехали к этому поезду, который горел, все вагоны горели, провода порваны были. На проводах там, где рука висела, где туловище висело, выбегали из вагонов люди, которые горели уже. И вот первое впечатление, ведь мы же до этого жили спокойно, этого не видели. И нас, как говорится, оглушило вот такое положение дел. В ходе войны Нина Федоровна служила в автомобильной роте, транспортировала на советские аэродромы топливые снаряды. Лично участвовала во воронье Москвы. За героизм в боевых действиях награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени и еще 27 медалями. Будучи за рулем грузового транспорта, она не раз попадала под авианалеты, но, несмотря на постоянную угрозу жизни, не переставала надеяться на лучшее. Вы знаете, что, вот в другой раз спрашивают, страшно было? Вы знаете, что, страха не было, но была какая-то тревога. Тревога за то, чтобы, а вдруг действительно победят фашисты, и что тогда будет с нашей Родиной, что будет с нами? Настроение такое было победить. Во что бы то ни стало победить, без страха, без всего. Когда закончилась война, Неда Федоровна переехала в Севастополь, где стала директором профессионального технического училища службы быта, созданного по ее инициативе. После ухода на пенсию в 1975 году она продолжала работать в организациях Севастополя на различных должностях. Лишь в 88 лет она решила уволиться и начать вести тихую жизнь. В свободное время активно участвует в общественной жизни города. Является участником движения Севастопольского отделения общественной организации «Российский союз ветеранов». По словам Нины Федоровны, рецепт ее долголетия заключается в правильном подходе к жизни. Я живу по трем правилам. Во-первых, сделать добро людям – это очень большое дело, потому что добро, оно делает мало того, что приятное делает людям, и себе приятное делается, что ты добро делала. Второе – не быть завистливой. И третье – прощать обидчикам. Вот этим по трем правилам я и живу. Кирилл Попов, Виталий Козловский, Севинформбюро.